Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с порядком применения ККТ при осуществлении расчетов между организациями либо между организациями и индивидуальными предпринимателями. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. И в данном письме Минфин сделал несколько выводов, которые необходимо учесть. Во-первых, Минфин указал на то, что ККТ в расчетах между организациями применяется в двух случаях. Это когда расчет происходит наличными денежными средствами и когда расчет происходит с предъявлением электронного средства платежа. Но в данном случае речь прежде всего идет о банковских карточках. Следующий вывод, который делает Минфин, это то, что необходимо идентифицировать то, что лицо, которое осуществляет оплату, оно действует от организации. В данном случае для подтверждения таких полномочий лица у лица либо имеется доверенность, либо между организацией покупателем и организацией продавцом имеется договор. Почему важно определить, что физическое лицо действует от имени организации? Дело в том, что от этого зависит, какие реквизиты будут в чеке либо в бланке строгой отчетности. Прежде всего, в ситуации осуществления расчетов между организациями и индивидуальными предпринимателями в чеке, помимо реквизитов, подробных реквизитов продавца, также указываются подробные реквизиты покупателя. Ну и следующий вывод, который делает Минфин, это то, что если не удается установить, что физическое лицо действует от имени организации, то в этом случае контрольно-кассовая техника и порядок оформления соответствующих документов, чеков либо бланков строгой отчетности осуществляется так, как физическое лицо действовало бы от своего имени. То есть, в данном случае именно физическое лицо рассматривается в качестве покупателя. Таким образом, организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного оформления своих отношений с использованием ККТ. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.